Зинаида Романовна Хорошо, нравится. Мы в третий сегодня день принимаем процедуры и еще ходим на физио, принимаем. Конечно, лучше и будем надеяться, что еще будет лучше. Врачи хорошо относятся? Очень хорошо. Все везде. Чистенько, хорошо. Очень хорошо. Доктор у нас очень внимательный. Самочувствие супругов Костюниных действительно стало лучше, говорит врач-кардиолог Наталья Шашкова. Пока она единственный специалист узкого профиля, который принимает здесь пациентов. В ближайшем будущем на 30 коек стационара возьмут еще одного врача. Сейчас такие дневные кардиостационары открывают по всей стране в рамках госпрограммы модернизации здравоохранения. По словам специалистов, многих пациентов с заболеваниями сердца и сосудов нет смысла держать в стационарах круглые сутки. Более качественную помощь они смогут получать, если врачи будут уделять им больше времени в стационарах дневных. На первый взгляд, палаты любых стационаров друг от друга не отличаются. Но в этом кардиостационаре есть один удивительный кабинет, и он находится за этой дверью. Это комната физиологической разгрузки. Здесь нет привычных поек, нет привычных капельниц, то есть удобный диван и не менее удобное кресло. Сюда может усесться любой пациент после проведения каких-то серьезных медицинских процедур. А еще тут есть шкаф и столик. И со стороны эта палата больше похожа на гостиничный номер. Это неудивительно. Восстановление после инфарктов и сложнейших операций, особенно для возрастных пациентов, имеет большое значение. Впрочем, так называемая кардиореабилитация в этом стационаре – задача пусть и главная, но не единственная, говорят врачи. Не менее важная цель – обучение здоровому образу жизни и профилактика заболеваний. Ведь инфаркт проще предупредить, чем лечить. Мы будем акцент делать на пропаганду здорового образа жизни в России и на обучение пациентов. Вы знаете, что самое главное лечение кардиологического больного – это все-таки базисное. И пациент должен знать, что все препараты, которые ему назначаются – это не курсы, это постоянный прием. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте в России. И Братск в этой печальной статистике, к сожалению, не исключение. Впрочем, врачи второй городской больницы уверены – в ближайшие годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Братске существенно снизится. Открытие дневного кардиологического стационара в городской больнице номер 2 – это только первый шаг к улучшению медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ближайшее время в медучреждении планируется открыть еще и кардиоцентр, который оснастят самым современным медицинским оборудованием и который будет проводить сложнейшие операции на сердце. Андрей Васильев, Руслан Сидорович, телекомпания «Город». Продолжение следует...